Ни о чем Самые умные животные мира Многие представители царства животных могут посоперничать с нами. Никто из представителей царства животных не может безошибочно решить алгебраический тест или написать эссе на отлично, но это не означает отсутствие у животных интеллекта. Некоторые из них демонстрируют впечатляющие когнитивные способности. Шимпанзе Шимпанзе – наши самые близкие родственники среди животных. Почти 99% наших ТНК – маленьких кусочков генетического кода, которые делают нас такими, какие мы есть, идентичны. Оказывается, некоторые интеллектуальные навыки человека свойственны и шимпанзе. В ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в 2007 году, взрослые шимпанзе и шимпанзе-подростки вместе со студентами колледжей выполняли тест на когнитивные способности. Нужно было запомнить местоположение цифр от 1 до 9 на сенсорном экране и затем воспроизвести увиденное по памяти. И шимпанзе, и люди видели каждую цифру меньше секунды. Затем их попросили вспомнить и показать место расположения каждой цифры. Взрослые шимпанзе и студенты совершили примерно одинаковое количество ошибок. Но шимпанзе-подростки с легкостью обошли и своих старших собратьев, и людей. Они помнили расположение цифр с гораздо большей точностью. Исследователи полагают, что молодые шимпанзе обладают выдающейся фотографической памятью, которая и позволяет им помнить увиденное мельком изображение с чрезвычайно высокой точностью. Козы Ученые давно полагали, что козы намного умнее, чем можно предположить по их скромному поведению. Наконец, группа австралийских исследователей решила провести тест среди коз. В хлеву установили устройство, выдающее фрукты в качестве вознаграждения за совершенные в правильном порядке действия. Чтобы насладиться угощением, козы должны были зубами потянуть за веревку, освободив этим рычаг, который затем нужно было подтолкнуть вверх. Если козы понимали принцип работы механизма, то получали фрукты. 9 из 12 коз понадобилось 4 попытки, чтобы справиться с задачей. Через 10 месяцев ученые повторили эксперимент. Большинство коз помнили принцип работы устройства. Любой, кому когда-либо приходилось провести время со слоном, знает, насколько умны эти животные. В результате одного из многочисленных исследований было обнаружено, что слоны понимают разницу между языками, а также способны понять, кто говорит – мужчина, женщина или ребенок. Как ученые установили это? В Африке только несколько племен охотятся на слонов. Исследователи последовательно воспроизводили речь охотников и речь представителей племен, которые на слонов не охотятся. Когда слоны услышали язык охотников, то насторожились и отошли от источника звука. Когда ученые включили речь представителей других племен, слоны не реагировали и оставались на своих местах. Затем воспроизвели фразы охотников, произнесенные мужчинами, женщинами и детьми. Слоны тревожились только когда слышали мужские голоса – голоса охотников. Один из способов оценки интеллекта – тест на самовосприятие. Цель – определить, узнает ли животное себя в зеркале. Чтобы установить этот факт, ученые помещали яркий цветной маркер на тело животного и размещали перед ним зеркало. Чаще всего, если животное узнает себя в зеркале, то пытается удалить маркер с тела, например, царапая или стряхивая его. Многие животные не проходят тест на самовосприятие, думая, что в зеркале другое животное, с которым можно взаимодействовать. Когда ученые маркировали дельфинов, те изучали свои маркеры в отражениях. То есть каждый дельфин понимал, что видит в отражении именно себя, а не другое животное. Трудно представить, что вороны могут быть столь же сообразительными, как и люди, или даже умнее. Но ученые провели ряд исследований и доказали, что вороны хороши в решении некоторых задач, а иногда даже превосходят человека. В ходе одного из исследований воронам и детям предложили головоломку. Игрушка плавает на поверхности воды внутри высокого сосуда, горлышко которого было достаточно узким, чтобы ворона могла просунуть клюв, а ребенок – руку. Дети до 8 лет обычно не могли придумать способ получить игрушку, но вороны очень быстро нашли решение, бросая камешки в узкое горлышко сосуда. В итоге камни вытесняли достаточное количество воды, и игрушка оказывалась на поверхности. Пчелы Пчелы известны своим жалом, но это еще и очень умные существа. Ученые научили пчел определять, какая из двух горизонтальных линий длиннее. Если пчелы давали правильный ответ, то получали сахарный сироп в качестве вознаграждения. Но ученым удалось научить пчел сравнивать только горизонтальные линии. Когда им показывали вертикальные линии, они улетали прочь. Пчелы понимали, что в этом случае они не смогут определить длину и не получат вкусную награду. Осьминоги Осьминог – самое умное беспозвоночное. Многие беспозвоночные не обладают и толикой интеллекта, которым одарены эти причудливые существа. В одном любопытном исследовании ученые проверяли, смогут ли осьминоги различить двух людей. Два человека взаимодействовали с осьминогами. Один был очень дружелюбен, а второй вел себя холодно и отстраненно. При следующем посещении жилой зоны осьминога, тот предпочел общество дружелюбного человека. Оригинал Popular Science Автор Клэр Молдорелли Переводила Алена Заренко Редактировал Сергей Разумов Музыка Джулиан Маршал Читал Глеб Иванов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова